Даже купив билет на распродажи и оформив тур, можно столкнуться с проблемами, причем уже на чужой земле. Такую ситуацию попала иркутянка. Тему продолжит Лада Рыбакова. Утешают только фото и приятные воспоминания. От экзотической поездки в Африку у супругов Ханхалаевых осталось двоякое чувство. С одной стороны хорошо отдохнули, с другой чувствуют себя обманутыми. Турфирме они отдали 700 тысяч рублей за полный комплекс услуг. Перед самолетом выяснилось, что посредник оплатил только билеты. Поэтому нам пришлось приехать в Африку и сделать платеж заново самим. Отдохнуть, получить кучу эмоций положительных. И нам пообещали, что деньги вернут. Те деньги, которые мы проплатили и которые куда-то делись. Нам так и не объяснили, где они находятся. Они это почти 400 тысяч рублей. Сегодня выяснилось, что требовать круглую сумму просто не с кого. В этом здании располагалось агентство. Как выяснилось, его здесь нет уже в течение месяца. Хозяйка собрала вещи, отключила телефон. Поэтому где теперь искать правду клиентам, никто не знает. Неизвестен и мотив такого поведения турагентства. Путешественник со стажем Максим Милютин предполагает, одной из причин мог стать валютный скачок. От него пострадали многие туристы, которые оплатили свои туры в начале осени, а поехали только зимой. Если вы платите в рублях, то иногда бывает такое, что приходится доплачивать. Если вы платите в долларах, то, соответственно, вы застрахованы от колебаний курса. Но, хотя, опять же, в соответствии с российским законодательством вы не можете заплатить в долларах. Долларовая ловушка не единственное препятствие на пути к хорошему отдыху. Этим летом выезжающие на другой континент или в Европу могут столкнуться с визовыми сложностями. Гораздо больше стран теперь будут требовать отпечатки пальцев и снимки сетчатки глаза. Такие биометрические данные попросят даже ранее лояльные к иностранцам страны-участники Шенгенского договора. Даже технически обеспечить это достаточно проблематично. Скажем, у нас же нет здесь, в Иркутске, например, консульства Германии. Соответственно, людям обязательно нужно будет ехать еще для дополнительной технической процедуры. Ближайший город Новосибирск. В Новосибирске поездка может и закончиться, потому что в выдаче визы могут отказать без объяснения причин. Это уже не редкость в нестабильной международной политической обстановке. Количество желающих выехать за границу и сейчас уже сократилось. Наверняка это скажется на количестве турагентств и разборчивости их клиентов. Лада Рыбакова, Сергей Полянский, Андрей Назаров. Новости по будням.